Так, товарищи, ну все, звонок был. Я думаю, что нам нужно продолжать нашу деятельность комбинаторно-числовую. В прошлый раз я дал определение понятия первообразного корня индекса. Сказал, что индексы, то есть дискретные логарифмы, трудно считать с алгоритмической точки зрения. Поэтому из этого можно сделать какие-то интересные выводы прикладного характера. Ну и я не успел эти выводы сделать в конце прошлой лекции. Сейчас я за какое-то время объясню, в чем они состоят, а потом будем разбираться, когда действительно существуют первообразные корни, по каким модулям, по каким не существуют. Но прикладное значение такое. Представьте себе, что на сей раз нам нужно не закодировать какие-то сообщения так, чтобы они потом легко раскодировались, а наоборот, зашифровать их таким образом, чтобы враг не догадался. Значит, есть опять канал связи. Ну, в этом месте обычно любят говорить специалисты по таким вот задачам, по криптографии, по протоколам передачи информации. Любят называть этих товарищей, которые обмениваются информацией, именами Алиса и Боб. Есть такая вот стандартная терминология. Алиса передает информацию Бобу и хочет добиться того, чтобы этот канал связи ни в коем случае нельзя было взломать, чтобы какая-нибудь там злонравная Ева не сумела добыть информацию, которую пересылала Алиса Бобу. Вот. Ну, есть, конечно, масса разных способов шифрования, но вот один из них основан на существовании первообразных корней и на том обстоятельстве, что дискретные логарифмы, как всем кажется, считать долго, трудно, и только какие-то странные личности утверждают, что они якобы их посчитали и за это уже миллион долларов получили. Вот. Ну, смотрите. Представьте себе, что у нас есть какое-то гигантское-гигантское число, которое будет служить модулем. Модуль – это что-нибудь порядка, не знаю, там, 10 в сотой или даже 10 в двухсотой степени. Модуль, по которому существует первообразный корень. Ну, пожалуйста. Модуль, по которому существует первообразный корень существует, да? Ну, вот давайте сделаем так. Итак, Алиса придумывает какое-то число А маленькое, названное в честь нее. Она А большое, а в честь нее названо число А маленькое. Она его придумала. Его никто не знает. Его не знает ни Боб, ни злонравная Ева, которая хочет перехватить информацию. Никто не знает число А. Нет, его можно добыть, если изловить Алису и приставить нож в горло, но мы считаем, что такими методами мы не будем пока пользоваться. Ева не будет пользоваться. Боб при этом тоже загадывает некоторое свое число B. Ну, где-то вот в полной или приведенной системе вычетов по модулю М. То есть это какое-то, может быть, огромное число. Так просто угадать его, ну, точно не получится. Нет, ну, может, конечно, случиться. Понимаете, вероятность 10 в минус сотый всегда существует, не нулевая. Но, тем не менее, она крайне маленькая. Теперь есть вот этот первообразный корень. Вообще буквы G очень часто его обозначают. Ну, от слова generator, наверное, породитель просто такой, производитель всей группы. Вот есть этот первообразный корень по модулю М. М, потому что первообразный корень. Так, чего делает Алиса? Алиса G возводит в свою степень А. Ну, естественно, по модулю М. То есть, понимаете, товарищи, тут тонкость состоит в том, что G известен, M известен. И это как раз не страшно. И Алиса, зная вот этот вот первообразный корень и свое число А, которое знает только она, может быстро посчитать вот эту степень. Это, я надеюсь, вы понимаете, что такую операцию можно сделать быстро. Возведение в степень по модулю. Значит, товарищ Боб делает то же самое. Он возводит G в степень B по модулю М. Ну, тоже получает некоторое число. Тоже очень быстро его получает. Ну, там, за очень маленькое количество операций. Логарифм от вот этого М. Так, дальше Алиса передает Бобу G в степени А, а Боб передает Алисе G в степени B. При этом никто, подключившийся к этому каналу, не в состоянии понять, что такое А и что такое Б, даже зная G, потому что это и есть дискретный логарифм. Понимаете, в чем проблема? Кому-то плюс? В каком смысле? Не, ну, конечно, хорошо, что не знают. Вот никто даже… Алиса знает только А, Боб знает только Б. Вот они обменялись вот этими G в степени А, G в степени Б. Никто, Алиса не может узнать Б, Боб не может узнать А. А те, кто смотрит на этот канал, там, условная злонравная Ева, она не может узнать ни А, ни Б. Так, ну, не может, потому что это сложно считать, а вдруг может? Ну, пока явно видно, что не может, что иначе бы уже там банковская система полетела и так далее. Но она не летит из-за этого. Значит, не может. Все-таки врал этот товарищ, который мне это говорит. Ну, хорошо, дальше что происходит? Дальше Боб возводит, полученное им, это вот Боб делает. Он получил от Алисы G в степени А, он еще раз возводит это в степень Б по модулю М. Алиса, наоборот, полученное ею вот это вот число G в степени Б, возводит в свою степень А, которую она знает. Тоже, естественно, по модулю М. И у них получается один и тот же ключ на руках. Так, дальше с этим ключом они могут делать что угодно. Я понятно сказал? Ну, такая вот история, она известная, конечно, но вот не все ее знают. Поэтому я обязательно ее должен рассказать. Нет, ну, дальше уже есть разные подробности, я, конечно, в это вникать не буду, даваться не буду. Вот, а теперь давайте разбираться, когда же существуют первообразные корни. Ну, смотрите, есть простой случай, М равняется двойке. Кажется, очевидно, что в этом случае первообразный корень существует. Чему он равен 1, да? Ну, конечно, для М равного двойке существует. Так, существует. Если М равно четверке. Так, фи от 4, это сколько? Это 2, да? Фи от 4, это 2. Есть у нас по модулю 4 какое-нибудь число, которое в квадрате дает единицу, а в первой степени не дает единицу. Да. Тяжелый вопрос. Да, 3, конечно, то есть существует. Ну, друзья, я в какой-то мере издеваюсь, но как бы дальше этот процесс не пойдет. Я больше издеваться не буду. Теперь теорема достаточно простая. Если М равняется 2 в степени альфа, и альфа больше либо равняется тройке, то первообразный корень не существует. Собственно, это была такая вот смешная подгонка под теорему. При 2, 4 существует, это очевидно, а начиная с восьмерки не существует. Сейчас я это докажу. Доказывается это так. Фи от М, функция Эйлера, конечно, равняется 2 в степени альфа минус 1. Рассмотрим любое нечетное А. Так, понятно, почему я рассматриваю нечетное. Первообразный корень должен быть взаимно прост с модулем, поэтому, конечно, я смотрю только на нечетные числа. Если А нечетно, то оно, конечно, имеет какой-нибудь вот такой вид 1 плюс 2Т. Ну, это тоже, в общем, невелико знание. Давайте возведем А в квадрат. У нас получится 1 плюс 4Т плюс 4Т квадрат. Ну, все очень просто, тем не менее, вот часто на экзамене спрашиваешь, и как-то люди не соображают сходу, то есть не выучили, не могут придумать. Тут единственный ход, вот здесь вот, вот это единственный простой, но важный ход. Вот так вот записываем, 4Т выносим за скобку, остается Т плюс 1. Видите, да? Ну, так ясно, что Т, умноженное на Т плюс 1, пополам делится, да? То есть это можно, в свою очередь, написать как 1 плюс 8Т1. Вот это вот дополнительное удвоение, оно и играет ключевую роль в происходящем. Потому что дальше мы, конечно, берем и вот это число снова возводим в квадрат. То есть у нас получается А в четвертой степени, это 1 плюс 8Т1 в квадрате. Ну, и это, конечно, 1 плюс 16Т2. Это очевидно, но здесь мы уже добавить дополнительную двойку в сомножителе не сумеем. Мы только здесь ее вот добавили, а здесь не будем. Так, понятно, почему 16Т2? Вроде совершенно понятно. Но сказать 32Т2 мы уже не сможем. Это неправда. Вот. Ну, дальше точно так же. А в восьмой степени, это 1 плюс 32Т2. Снова возводим все в квадрат слева и справа. Включаем А в восьмой степени. Ну и вообще А в степени 2 в степени К, это 1. Прибавить 2 в степени К плюс 2 умножить на Т с индексом К минус 1. Что? Ай-яй-яй-яй-яй. Т3. Тогда ТК. Спасибо. Да, что-то я не то написал. С нумерацией сбился. Ну, понятно, да? Конечно, тут будет какой-то Т3, потом будет 64Т4. Ну, в общем, вот так. Видите, тут 2 в кубе, а тут 2 в пятой. 2 в КТ, а тут 2 в К плюс второй. Ну, это самое главное. То есть, получается, что для любого нечетного А его степень вот такая вот, это уже 1 плюс 2 в степени альфа на Т какое-то альфа минус 2. На Т альфа минус 2. То есть, по модулю 2 в степени альфа это единица. И все, видите, это уже вдвое меньше, чем φ. Не существует первообразного корня. Любое нечетное число в степени, которое вдвое меньше, чем φ, уже дает единицу по модулю 2 в степени альфа. Понятно я объяснил? Ну, на самом деле, люди, конечно, пользуются не двойкой в степени, как правило, а простым числом. Давайте я вот здесь это сформулирую. Такая теорема по простому модулю, ну, то есть, по модулю П, где П – простое число, сейчас мы будем предполагать, что оно уже нечетное, по модулю П – нечетное простое число, существует первообразный корень. Вот это удобно. То есть, важно генерить большие простые числа, у которых 100, 200, 500 знаков. 100, 500. Вот это важно. Как раз с точки зрения криптографических приложений. Почему люди ищут большие простые числа? Какое самое большое простое число? Так. Но это сложнее доказывается. Давайте действовать. Значит, давайте рассмотрим числа из приведенной системы вычетов, ну, то есть, числа 1, 2 и так далее, П – минус 1. У каждого из них по модулю П есть свой показатель, свой порядок. Так, помнишь, такой показатель, да? Минимальная степень, в которой оно дает единицу по модулю П. Вот давайте здесь будет показатель дельта 1. Ну, понятно, какой показатель, единица, конечно. Так, здесь будет показатель дельта 2. Здесь будет дельта П минус 1. Ну, какие-то показатели получились. Ну, здесь мы знаем дельта 1, конечно, единица, а где-то мы не знаем, понятия не имеют. Перечислили их просто, эти все показатели. Так, ну, вы помните, наверное, что каждый показатель является делителем числа П минус 1. Я так, на всякий случай напоминаю, чтобы вам как-то легче было, может, воспринимать. Теперь я обозначаю буковкой Тау наименьшее общее кратное этих показателей. Ну, понятное дело, это число, не превосходящее П минус 1, потому что каждый из этих чисел является делителем П минус 1. Ну, оно тоже является делителем П минус 1. Я могу это уверенно утверждать. Значит, чтобы вы понимали, к чему дело идет, я утверждаю, что мы сейчас построим некоторое число Ж, про которое докажем, что его порядком, его показателем служит вот именно эта Тау. А потом докажем, что Тау не только не больше, чем П минус 1, но еще и не меньше, чем П минус 1, то есть равно П минус 1. Построим число с показателем Тау и докажем, что Тау равно П минус 1. Все, значит, мы докажем существование первообразного корня. Понятная идея, да? Так, давайте Тау представим в каноническом виде. Разложим на простые в степенях. Q1 в степени К1, Q2 в степени К2, QS в степени КС. Обычное каноническое разложение. То есть это все простые числа различные, Q1, QS, ну а К1, КС какие-то натуральные степени. Так, теперь самый главный момент. Значит, для любого И от 1 до С, ну то есть для любого простого числа из этого канонического разложения, момент вроде очевидный, но требующий пояснений, просто по опыту знаю. Для любого И от 1 до С существует дельта, принадлежащая множеству дельта 1 и так далее, дельта П минус 1, такая, что дельта равняется А на КУИТЭ в степени КАИТЭ. Где А какое-то натуральное число? Ну то есть один из этих вот, одно из этих чисел НОК, которых мы взяли, наименьшее общее кратное, которых мы взяли, целиком делится на полную степень вот в этом каноническом разложении. Это очевидно или не совсем? Как НОК устроен? Конечно, максимум по всем, да. То есть если если какое-то КУИТЭ есть вот в этом разложении, то оно в какой-то степени есть в дельта 1, там, не знаю, может даже в нулевой, но в какой-то степени. В какой-то степени есть в дельта 2, в какой-то в дельта П минус 1, и просто вот соответствующее К это максимум из тех чисел, в какой степени оно находится здесь. Поэтому, конечно, то, что я написал верно. Согласны? Мне не очень хочется писать вот здесь вот какие-то поганые индексы. Строго говоря, я могу написать дельта с индексом Ж, зависящим от И, и А с индексом Ж, зависящим от И. Но что-то мне кажется, что так будет только хуже. Понятно. Так, теперь смотрите, давайте вот мы как, я поясню, вот мы взяли Куитая, по нему нашли соответствующая дельта, и нашли соответствующая А, ну вот как здесь это написано. То есть нашли то дельта, которое целиком делится на Куитая в степени Каитая, и, естественно, там вот это А, который результат деления. Ну, нашли и нашли. Теперь смотрите, рассмотрим тот х, принадлежащий множеству 1, 2 и так далее, p минус 1, вот этому, исходному, у которого дельта, вот эта дельта, служит показателем. Ну, опять, строго говоря, х имеет какой-то там противный индекс, зависящий от и. Так, служит показателем. Ну, я не говорю, что это алгоритмически просто сделать, но такой существует, правда же? Такой существует, потому что у каждого числа есть его прообраз. Ну, может быть, несколько прообразов, я не говорю, что тут биекция прямо такая, числа дельты могут совпадать. Это не страшно. Ну, какой-нибудь х возьмем из этого множества, для которого вот это число дельта служит показателем. Такой есть, правда? Такой есть. Так, я утверждаю простую вещь сначала. Значит, утверждение 1. Мне кажется, оно очевидное, но сейчас обсудим. Значит, смотрите, у ха показатель дельта. Утверждение 1. х в степени а имеет показателем, как-то я не по-русски сказал, надо было сказать, показатель для х в степени а, ну, неважно, имеет показателем куитое в степени каитое. То есть, показатель числа х в степени а равен куитое в степени каитое. Ну как, х в степени а возводим в степень куитая в степени каитая, получаем х в степени а на куитая в степени каитая, это равняется х в степени дельта, но это, естественно, равно единице. А если вы попробуете взять что-то меньше, ну так у вас будет и меньше, чем дельта тут. Не повезло, да, утверждение один совершенно очевидно. Сейчас будет коронный номер задачки от Андрея Михайловича. Ну я знаю, что я иногда даю такие упражнения, которые выглядят не очень упражнениями. Сейчас будет довольно непростое упражнение. Ну не со звездочкой, нет, ну это не проблема все-таки, какая-то открытая со звездочкой, это уже проблема. Не-не-не, утверждение два, оно, ну так, не очевидное, конечно, ну скорее как, очевидное с точки зрения интуиции, но не очевидно, как доказывать. Ну подумайте, мы это, может, обсудим потом. Значит, утверждение два, оно такое, если перемножить все х в степени а по и от единицы до с, понятно ли, что я сейчас написал, прежде чем даже читать дальше, писать дальше. Вот отсюда. Ну вообще говоря, разное, конечно. Мы пробегаем по всем куитам по и от единицы до с, для каждого и находим дельта, которая нацело делится на куитая в степени каитая, но нацело это вот на какое-то а. А, естественно, тоже зависит от и. Они могут быть одинаковые, могут быть разными для разных и, но а зависит от и, это правда. Потом по дельте находим х, но в любом случае и х, и а зависят от и, это понятно. Поэтому, когда мы перемножаем все х в этой степени по и от единицы до с, ну получается некоторое число. Так вот, я утверждаю, что если перемножить все такие числа, то показатель полученного числа g, вот он-то как раз и равен tau. Почему интуитивно понятно? Куиты и все в совокупности взаимно простые, попарно взаимно простые. Мы берем для каждого из них соответствующие х в степени а, который имеет вот такой вот показатель. Такие х в степени а перемножаем, показатели тоже перемножаются. Вот в этом утверждении. Ну, сейчас сложно говорю или понятно? Сейчас, сейчас, но я готов еще раз повторить. Это, может быть, действительно трудно так воспринимается. Смотрите, еще раз. Взяли число q1 в каноническом разложении tau. Самое первое. Мы знаем, что для этого q1 есть какое-то дельта, которое делится нацело на вот эту степень, на q1 в степени k1. Знаем? Вот мы разделили нацело, получили какое-то число а. Ну, какое-то число а получили, почему нет? А, кстати, можно даже и т обозначить. Вот а можно обозначить просто и т. Дельта само, поскольку изначально дана нумерация, придется обозначать ж от и. Если хотите, я все-таки это сделаю. Я не знаю, может, так будет восприниматься лучше. Просто для и, равного единице, дельта не будет равно дельта первому, понимаете? Оно будет равно какому-то из дельт, принадлежащему вот этому множеству. Соответственно, здесь-то надо писать ж от и, а здесь можно писать просто и. Это не страшно. Ну вот, и потом берем x отсюда, у которого дельта служит показателем. x, в принципе, тоже можно писать x с индексом и, почему нет? В принципе, ну, действительно, вот это вот дельта можно считать равным дельта с индексом ж от и. А. Что? Ну, можно, но не хочу. Все, вот можно а считать равным а и тому, и x можно считать равным какому-то x этому. Просто занумеровать их так. Для и равного единице получится какое-то дельта ж первое, а первое и x первое. Для и равного двойки получится какое-то дельта ж второе, а второе и x второе. Ну, понятно, как они получаются. То есть мы говорим, что ж – это произведение вот таких чисел x1 в степени а1 и так далее, xs в степени аs. У этого числа, согласно утверждению 1, вот такой показатель, у этого тоже такой, ну, там, с соответствующим номером. И утверждение 2 состоит в том, что показатель произведения вот этих чисел равен произведению этих показателей. Это не очевидно. Вот это было очевидно, а это не очевидно. Но попробуйте решить. Не сейчас, а потом. Не получится, будем обсуждать. Сейчас, ну, понятно, что происходит? Чисто технологический, вот алгоритм какой. По-моему, понятно. Ну, отлично. То есть мы нашли число ж, у которого показатель tau. Tau – это как раз произведение вот этих вот q1 в степени k1, qs в степени ks. Уже показатель tau. Тau – это утверждение 2, которое пока у нас как упражнение идет. Утверждение 2. Слушайте, ну все, на самом деле, если вы поняли, как мы построили g, и не поняли только, как доказывать утверждение 2, то мы все сделали. Знаете, почему? Рассмотрим вот это как раз катарсис. Все-таки вы немножко грустите, я чувствую. Из-за происходящего тут. А сейчас будет катарсис. Неожиданно. Смотрите, рассмотрим вот такое сравнение. x в степени tau сравнимо с единицей по модулю p, где x – это переменная. Ну, вот просто рассмотрим такое сравнение. Ну, хорошо. Давайте y в степени tau, да, чтобы, не дай бог, не путать. Да, рассмотрим вот такое сравнение относительно y. y – неизвестная переменная, tau мы нашли, это вот тот ног. Вот рассмотрим такое сравнение. Дорогие товарищи, вы понимаете, что все вот эти числа 1, 2 и так далее, p минус 1 служат его корнями? Потому что tau – это ног их показателей. Если вы возводите в степень tau любой из этих чисел, то вы тем более возводите в степень любого из вот этих. Ну, то есть вы получаете единицу, правда? У него, у этого сравнения, p минус 1 корень. Все элементы, приведенные в систему вычетов, служат корнями этого сравнения. Что отсюда следует? Корень. Что tau больше либо равняется p минус 1? Потому что есть теория Малагранжа, которую мы доказали аккуратно. Помните, да, что у сравнения степени tau не больше, чем tau корней. Если их p минус 1, то tau не меньше, чем p минус 1. При этом я напоминаю, tau не больше, чем p минус 1. Значит, tau равно p минус 1. Как я и обещал, g мы нашли, уже показатель tau, и tau в точности равно p минус 1. Все. Ну так, чуть-чуть непрозрачно, особенно в этом месте, но подумайте над ним. Может быть, еще обсудим потом. Так, ну слушайте, как оно хорошо-то идет. Точно хорошо, ничего не надо повторить. Так, это я тоже сотру, наверное. Так, следующая теорема утверждает, что для любого альфа первообразный корень по модулю p в степени альфа, где p нечетное простое, нечетное простое тоже существует. То есть для альфа равного единице мы это только что доказали, а утверждается, что это верно для любого альфа, в том числе и строго большего единицы, но, конечно, если p нечетное. Потому что если p четное, мы вначале в самом опровергли как раз существование. При альфа больше, либо равном тройке существует. Так, ну это тоже потребует некоторых усилий. Так, 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 так. Давайте рассмотрим g, который является первообразным корнем по модулю p. Ну, такой мы точно знаем существует, мы только что это доказали. Вот рассмотрим такой первообразный корень. Так, лемма существует такое число t, что если к g прибавить p, умноженное на t, и возвести все это в p минус первую степень, то получится 1 плюс p, умноженное на t, где ум и p взаимно просты. Так, давайте я поясню смысл происходящего, потому что немножко это такая вот вязь, теоретика числовая, я бы сказал, каббалистическая. Она напрягает обычно слушателя. Знаешь, что такое каббала, да? Такая древняя книга, которая про магию чисел в том числе рассуждала. Вот, ну, тут какая-то такая, да, такое жонглирование числами, не магия, конечно, жонглирование. Значит, смотрите, если g первообразный корень по модулю p, то, ну, понятное дело, что g в p минус первой степени сравнимо с единицей по модулю p среди прочего. Это вообще понятно даже не потому, что он первообразный корень, а потому что просто есть малая теорема фирма. Правильно? То есть, конечно, это вот это можно переписать в таком виде. g в степени p минус 1 равняется 1 плюс, p, я не знаю, какую букву, давайте v, например. Это будет полной правды. Вот это просто одно и то же. Правда же? Ну, что, существует какое-то натуральное число v, с которым g в p минус 1 равно вот этому. Так, друзья, вы понимаете, что это одно и то же? Разумеется, если g в p минус первой степени сравнимо с единицей, то и g плюс pt в p минус первой степени сравнимо с единицей. Ну, это банальность. Тоже малая теорема фирма, если хотите. Но, в принципе, это очевидно. И опять, это то же самое, что g плюс pt в p минус первой равняется 1 плюс p, ну, скажем, дублевая. Неважно. Это очевидно совершенно. То есть то, что g плюс pt в p минус первой степени это 1 плюс p умножить на что-то, это очевидно и тривиально. Я утверждаю, что можно так подобрать это t, чтобы вот это число само на p не делилось. Вот то, что это число сходу на p не делится, это вроде как неочевидно. Вот все, что утверждается в Лемене. Сейчас я понятно пояснил. Так, ну, я, наверное, до перерыва успею ее доказать. Хотя, черт ее знает. Ну, успею, наверное. Она простая. g плюс pt в p минус первой степени. Так, давайте честно раскрывать скобки, иначе запутаемся, как это каждый год случается. Я попробую в этом году не путать никого. Так, g в p минус первой. Просто по биному раскрываем. Тут ничего умного не происходит. Дальше идет p минус один умножить на... Сейчас. p минус один, да? Умножить на g в p минус второй. Так. Умножить на pt. Мне главное не запутаться. По-моему, так. Так, ну вот, дальше у меня начинаются слагаемые, которые делятся на p квадрат. Это понятно? Просто дальше начинаются слагаемые pt в квадрате, pt в кубе, там, и так далее. Я вот так напишу p в квадрате, но опять использую буковку v. Я вот это сейчас все сотру. Никакой тут буковки v не было. Это просто были пояснения, чтобы вам было не страшно, чего мы такое доказываем. Доказываем простую вещь. p квадрат на v. Так. Ну, g в p минус первой степени это единица плюс p, ну, придется дубль v писать. Это я переписал g в p минус первой степени примерно так же, как в стертой вот этой части. Надо было не стирать. Ну, понятно, g в p минус первой, оно какое-то такое. Так, дальше плюс снова p минус один на g в p минус второй на p на t и плюс p квадрат на v. Так, ну и все. Сейчас я еще p, наверное, за скобку вынесу. Вроде успеваю. Хорошо. Правильно я понимаю, она же сейчас будет, перерыв через пару минут, да? Так. Так, равняется один. Прибавить p. Значит, за скобку выносим. Будет дубль v какое-то, неважно какое. Там будет p минус один. g в p минус второй. Какая бяка? Ну, буковки какие-то и буковки. Их точно не нужно запоминать, если вы собираетесь доказывать что-нибудь на экзамене, да? Я же вот не готовился сегодня их. Прямо заранее не учил. Вы же видите, что я их не учил. Я на ходу придумываю название буковки. Так, g в степени p минус 2 на t. Так, плюс p v еще какое-то. Не, ну все, собственно говоря. Ну, товарищи, тут ничего такого нет. Мы выборим... Что, что, что? Не, я p вынес за скобку. То есть вот это p квадрат теперь превратилось просто в p на v. Я p вынес за скобку. Ну, моя цель получить 1 плюс p умножить на u. Вот я пытаюсь подойти к этой цели, товарищи. Вот это какое-то u. Вот это все, это u, зависящее от t. Потому что t мы вольны выбирать, как заблагорассудиться. Не, ну какое сравнение? Смотрите, мы же t умножаем, смотрите внимательно, мы же t умножаем на числа, которые с p взаимно просты. p минус 1 взаимно просто с p, g по определению тоже взаимно просто от того, что его возвели в p минус вторую степень. Я надеюсь, вы понимаете, что оно взаимно простым быть не перестало. Согласны? То есть вот этот сомножитель, он взаимно прост, взаимно прост с p. Ну, а w плюс pv это какое-то число. Вот это плюс вот это. Просто какое-то число. Ну, типа того, да. То есть здесь вообще очевидно, что то ли 0, то ли 1 подойдет всегда. Но я могу сказать, как обычно, я говорил, t пробегает полную систему вычетов. Значит, t умноженное на вот эту штуку тоже пробегает полную систему вычетов. Уж точно мы сможем найти такой остаток, который компенсирует вот это, чтобы потерялась делимость. Ну, правильно совершенно Тихон говорит, что в данном случае можно не выбирать из всей полной системы вычетов, а просто взять 0 или 1, и уж что-то да подойдет. Понятно, нет? Рассуждение. Нас совершенно не волнует, какие вот эти v, v, вернее, w, ну, какие-то числа. То ли в сумме они дают число, делящееся на p, ну, тогда возьмите в качестве t единицу, и у вас получится в сумме число, не делящееся на p. То ли эти два числа в сумме, наоборот, дают что-то делящееся на p, ой, не делящееся на p, тогда возьмите t равное 0. Вся недолга. Согласны? Перерыв. Так, друзья, давайте продолжим. Мне вообще кажется, что я сегодня имею возможность закончить немножко раньше, потому что я не планировал про другие темы начинать сегодня рассказ. Ну, как получится. Так, значит, лему мы доказали. Давайте ею воспользуемся. Я утверждаю на самом деле, что, ну, такое утверждение, которое мы сейчас докажем. Я утверждаю, что вот это самое g плюс pt, которое существует, согласно Лемме, вот именно с этим t, при котором u не делится на p. Вот это g плюс pt, и есть первообразный корень по модулю p в степени альфа, где альфа больше либо равняется единице. То есть я утверждаю, что он общий для всех альфа. Для каждого альфа, начиная с единицы, вот именно эта штука и будет первообразным корнем. Ну, может, еще что-то, но эта штука точно будет. То, что она первообразный корень по модулю p, это всем понятно? Ну, она равна g по модулю p, конечно. Но вот утверждается, что и для любого альфа большего единицы это тоже так. Ну, тоже так, в смысле, что это первообразный корень. Давайте разбираться, почему же, правда, это так. Вот φ, начнем с этого, от p в степени альфа, чему это равняется? Функция эйлера от p в степени альфа, чему равна? Ну, можно вот так написать, p в степени альфа минус p в степени альфа минус 1, да? А можно вынести за скобку p в степени альфа минус 1 и умножить на p минус 1. Так нам удобнее будет. Что-что? Не понял? p минус 1 появилось, да. А что, чем это хорошо? Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Но это хорошо. Что оно появилось, это правда хорошо. Так, сейчас. Давайте обозначим просто буквой дельта показатель числа g плюс pt вот этого числа g плюс pt, который в утверждении, который в лимме, показатель числа g плюс pt по модулю p в степени альфа. Так, товарищи, наша цель доказать, что дельта равняется вот этому, правда? Просто, чтобы вы чувствовали эту благую цель, которая у нас где-то маячит, брезжет. Дельта должно вот этому оказаться равным, но пока бог его знает, почему это так. Ну, чего мы точно знаем? Точно мы знаем, что g плюс pt возведенная в степень дельта это единица по модулю p в степени альфа. Ну, это мы знаем. Не, ну, когда издаю такое хе-хе-хе, это может что угодно, конечно, значить, но в данном случае я издал его, потому что правда очень просто. Ну, какую-то ерунду сказал. Ну, что, если дельта показатель, то, конечно, в дельтовой степени это единица по модулю p в степени альфа. Но, как следствие, g плюс pt в степени дельта ой, что-то я дельту не сумел нарисовать, такая кривая получилась дельта, это, конечно же, можно еще раз кихикнуть, следствие тоже тривиальное, это единица уже по модулю p. Не могу, да, вау, действительно. Но если по модулю p в альфа вы единица, то и по модулю p тем более, правда? если разность вот этих чисел делится на p в степени альфа, то на p она в частности делится. Вот, это все какие-то очевидные умозаключения. Но, смотрите, какой замечательный момент. Мы же знаем, что g это первообразный корень по модулю p. Первообразный корень. Вот, давайте я это напишу. g это же первообразный корень, помимо всего прочего, по модулю p. мы его так выбирали, там вот это тоже написано. Первообразный корень, но мне не жалко переписать, по модулю p. Ну, и g плюс pt, это, конечно, тоже первообразный корень, по модулю p мы это только что проговаривали. Вот это, вот это первообразный корень, по модулю p. Что мы, стало быть, можем сказать про дельту? Что-что? Делится на p минус 1. Следовательно, дельта делится на p минус 1. Так, такой значок делимости мы тоже знаем, правда? Но я вроде его не использовал никогда. Хорошо, я могу вот так написать, p минус 1 делит дельта. Вот вы уже привыкли, а тут я вас расхолодил. Вот так, p минус 1 является делителем числа дельта. Да? Понятно, почему так? Дельта – это показатель по модулю большого числа, p в степени альфа. То есть он сам по себе обязан быть, конечно, делителем p в степени альфа, но поскольку уже первообразный корень, то дельта, в свою очередь, еще и должно делиться на p минус 1. Первообразный корень по модулю p. Следили? Вот отсюда-то следует, что дельта – показатель, да, отсюда следует, что… Сейчас. Так, дельта делит p в степени альфа минус 1 на p минус 1. Это просто из того, что дельта – показатель, он, конечно, делитель φ от p в степени альфа. А с другой стороны, из-за того, что g – это первообразный корень по модулю p, мы получаем, что дельта, в свою очередь, делится на p минус 1. То есть, служит делителем вот этого, но при этом точно делится на p минус 1. Друзья, понятно? Так, следовательно, ну, из всего, что сказано, следует… Лучше, конечно, словами написать было. Ну, ладно. Следовательно, дельта просто имеет вид p в степени k на p минус 1. Ну, где k, понятное дело, не превосходит альфа минус 1. Но нам-то нужно, давайте я напишу, нам надо доказать, вот я это все-таки напишу, надо доказать, что k в точности равняется альфа минус 1, а не просто не превосходит этой величины. Если мы это доказываем, все, мы доказали, то, что нам нужно. Правильно? Ничего-ничего-ничего-ничего нет, все нормально. Если еще есть какие-нибудь вопросы, нет? Все понятно пока. Нет, ну, смотрите, еще раз, дельта является делителем числа вот такого вида и при этом делится на p минус 1. Ну, какой она еще может иметь вид p в k? Здесь k не превосходит альфа минус 1. А нам надо доказать, что k равняется альфа минус 1. Все, больше ничего. Нормально? Так, ну, смотрите, по лемме, по лемме, g плюс pt в p минус 1 степень, это 1 плюс p, где p и u взаимно простые. Так подбирали специально. Это по лемме просто, это мы доказали. g плюс pt в степени p помножить на p минус 1. Это 1 прибавить p, у возведенная в степень p, правда же? Не, ну, очевидно. Так, это равняется по биному 1 плюс p квадрат у плюс p в кубе на какое-то v, которое, не важно, чему равняется. Так, или важно? Нет, не важно. Мы получаем 1 плюс p квадрат, в скобках остается u плюс pv. p умножить на p, csp по 1 умножить на p. А, а p в степени нет, почему? В 1. p у возводим в первую степень и умножаем на csp по 1. csp по 1 это p, а p у в первую это p у. p умножить на p у это p квадрат у. А v, ну, это какое-то целое число, совершенно не важно, какое. Просто, сейчас, ну, конечно, да, просто дальше следующая c-шка будет делиться на p. Каждая из последующих c-шек будет делиться на p. Потому что p нечетное, простое. Будет делиться на p. И еще будет p возводиться в какую-то степень. Ну, смотрите, csp по 2 на p у в квадрате. А, да мне... Ну, смотрите, csp по 2 это p сейчас на p минус 1 пополам. Поскольку p нечетное, то на p эта штука делится. Поэтому у нас получается p в кубе. Это следующее слагаемое. А после следующее слагаемое плевать на c-шку. Там уже само это p будет в кубе. Я вот туда обращался, а в эту сторону понятно, да? Почему p в кубе вынеслось дальше? Один раз мы воспользовались тем, что csp по 2 делится на p, потому что p нечетное. А дальше мы уже в куб возводим, или в четвертую степень. А c-шка просто целое число. Поэтому там p в кубе на что-то умножается. Уследили все? Вот. Потом я вынес p квадрат за скобку. В скобках осталось у плюс pv. Ну, pv делится на p, а у не делится на p. Вот это написано, у не делится на p. Значит, что можно сказать про это число? Оно делится на p или нет? Нет, конечно. Ну, давайте вот так напишем. Это равняется 1 плюс p на u1, где u1 и p взаимно простые. Ну, то есть, вот это все, это u1. Вот эта вот скобка, это u1. Ой, конечно, p квадрат. В этом-то весь и смысл. Конечно, p квадрат. Ну, а дальше то же самое делаем. Берем g плюс pt и возводим степень p квадрат умножить на p минус 1. Так, вот это я уберу лишнее. Ну, то есть, надо еще раз возвести в п эту степень уже вот это выражение. Мы пишем вот так. 1 плюс p квадрат u1 еще раз в этой степени. Ну, я надеюсь, понятно, что будет. 1 плюс p куб. Совершенно верно. 1 плюс p куб на u2, где u2 и p взаимно просто. Это точно так же получится. Точно так же. Так, прогоняем до альфа. Ну, хотите, до альфа минус 2 сначала. Поскольку, видите, у меня много времени есть. Я, честно говоря, не предполагал, что я так быстро расскажу почему-то. Не знаю почему. Но мне не хочется начинать новую тему. То я могу медленно рассказывать. Так, g плюс pt. Тут будет p в степени альфа минус 2 на p минус 1. Давайте сообразим. Значит, тут у нас степень двойка, тут степень тройка, а коэффициент двойка. Значит, наверное, будет вот так. p в степени альфа минус 1 на u с индексом альфа, где u с индексом альфа и p взаимно просты. Согласны? По номерам сходится? Опять не то. Что не то? А, u альфа минус 2 наоборот. А, конечно. Да, что-то я правильно сказал, а потом неправильно написал. u, конечно, с индексом альфа минус 2, да. То есть вот здесь первая степень и u получилось с индексом 1. Здесь вторая степень, u получилось с индексом 2. Здесь альфа минус вторая степень, u с индексом альфа минус 2. А p в большей степени на единичку каждый раз. Успеваете, да? Вот. Но смотрите, это будет единицей по модулю p в степени альфа. Будет ли это единицей, вот этой единицей по модулю p в степени альфа? Очевидно, нет, потому что u альфа минус 2 на p не делится. Мы не можем вычесть что-то кратное p в степени альфа и получить единицу, правда? Не можем, конечно. И только в тот момент, когда мы наконец-то g плюс pt возведем в степень p в степени альфа минус 1 на p минус 1, вот в этот момент мы получим 1 прибавить p в степени альфа на u альфа минус 1. u альфа минус 1 по-прежнему будет взаимно просто с p, но уже здесь есть делимость на p в степени альфа, и да, мы, конечно, получаем единицу. Это было ожидаемо. Ну, это ожидаемо, потому что это просто следует из малой теоремы Ферма. Но раньше никак не получится. дельта обязана иметь только вот такой вот вид, и мы выяснили, что каким бы k строго меньшим, чем альфа минус 1 ни было, даже если оно равно альфа минус 2, единичка по модулю p в степени альфа не получается. Мне почему-то кажется, что в этом году я лучше объяснил, чем раньше. Но вы не можете это оценить, потому что вы не слушали, как я считал раньше, но я очень надеюсь, не знаю, понятно, непонятно, если что, спрашивайте. Это еще не совсем все, что я хотел рассказать, еще минут 5-7 я займу, может, 10. По модулю p в степени альфа мы разобрались, теперь вот так напишем. хе-хе, что-то я сегодня расхихикался, не в меру. Но по модулю 2p в степени альфа тоже существует. Если p нечетное и простое, то первообразный корень существует не только по модулю p в степени альфа, но и по модулю 2p в степени альфа тоже. 2 умножить на p в степени альфа. Существует первообразный корень. Это очень просто. Смотрите, пусть g первообразный корень по модулю p в степени альфа. Это гораздо проще, чем обе предыдущие теоремы. Так, по модулю p в степени альфа. Ну, вот то самое g плюс pt, с которым мы возились. Существует первообразный корень. Ну, мы доказали, он существует. Он имеет вид g плюс pt, где g первообразный корень по модулю p. В общем, берем такой первообразный корень по модулю p в степени альфа. Давайте заметим, что φ от 2p в степени альфа это φ от p в степени альфа в точности. Ну, вообще φ мультипликативная функция, но это очевидно так. Правда, да? И это почти все решает. Смотрите, если g – нечетное число, то очевидно, ну, мне кажется, очевидно, сейчас если нужно обсудим, время-то есть, то очевидно, g и будет первообразным корнем по модулю 2p в степени альфа. Ну, потому что для него минимальная степень, в которую он дает единицу, это та же самая, которая равна φ от 2p в степени альфа или φ от p в степени альфа, какая разница? И при этом он нечетный, то есть он взаимно прост со своим модулем, стало быть, это действительно первообразный корень. Все. Есть какие-нибудь сомнения? Так степень-то та же самая. Почему он будет единицей по модулю 2p в степени альфа? Нет, значение… Не, ну, сейчас. Ну, да, да, по малой теореме Ферма. Да, да, конечно, по малой теореме Ферма. Да, я что-то сам затупил, конечно, по малой теореме Ферма. Так, понятно теперь, да? Почему g первообразный корень? g в этой степени просто по малой теореме Ферма, там или по какой называется, по теореме Эйлера, правильно сказать, по теореме Эйлера дает единицу, конечно, а в меньшей степени не дает, ну, потому что вот такое равенство, а g первообразный корень. Вот. А если g четный, тогда сам он, в принципе, не подходит, потому что он не взаимно прост, то возьмем просто, возьмем g прибавить, П в степени альфа будет нечетный. Не, ну, это действительно достойно такого смешка. Действительно гениально в каком-то смысле. Ну, то есть, да, рассуждение про 2П в степени альфа очень простое. К сожалению, фигушки. Фигушки было бы здорово, но это как раз наоборот не так. Мы исчерпали весь список модулей, по которым существуют первообразные корни, товарищи. Да, все. То есть, полный список модулей, по которым они существуют, такой 2, 4, П в степени альфа и 2П в степени альфа, где П нечетное простое. Все больше ни при каких он не существует. Ну, я, честно говоря, не очень рассчитывал это доказывать. Мне кажется, это довольно скучно, но я объясню примерно, как это получается. Ну, не существует, к сожалению. Там по модулю 2 в степени альфа мы уже знаем. Значит, что мы знаем? Вот так они существуют. Для 2 в степени альфа альфа больше либо равняет стройки не существует, а здесь существует. Я утверждаю, что ни при каких больше вообще не существует. Я просто идею расскажу, а в подробностях не буду. Ну, и, соответственно, экзамены тоже спрашивать не буду, но если хотите, вы можете разобраться, это несложно. Сейчас, да, вот еще несколько минут займет идея. К сожалению, да, все. Исчерпался источник. Так, первообразных корней. Ну, в принципе, с практической точки зрения, товарищи, вот послушайте меня, вы же здесь многие хотите слышать с практическую точку зрения? С практической точки зрения достаточно того, что они есть вообще по-простому. Потому что простые очень плотно встречаются в натуральном ряде, между х и х плюс, там, х в степени альфа, где альфа 0,525 есть простое число. И этого с практической точки зрения обычно хватает. Все остальное, это как бы такие уже теоретико-числовые изыски. Надо, надо, вот я стараюсь. Обязательно надо. Фундаментальные вещи надо учить, конечно. Так, ну, что можно сделать? Можно посмотреть на произвольное число М. Оно там какой-то вид имеет 2 в степени альфа, П1 в степени альфа 1 и так далее, ПС в степени альфа С. Это каноническое разложение. Ну, взяли какое-то число М вот такого вида и пытаемся, например, доказать, что первообразного корня не существует. Но мы знаем, что а в степени фи от М, конечно, по малой теореме Ферма, то есть по теореме Эйлера, по теореме Эйлера сравнимо с единицей по модулю М. А можем, вы знаете, чего сделать? Мы можем взять показатели вот этих вот чисел. Это сегодня уже встречалось. По своим модулям показатели этих чисел. Сейчас я соображу, каких чисел-то. Пу-пу-пу-пу, сейчас, как это лучше сделать. Сейчас немножко запутался. Вот взяли какое-то число А, взаимно простое СМ, и А в степени фи от М сравнимо с единицей. Это понятно. Нам нужно доказать, что существует меньшая степень такая, что А в этой меньшей степени дает тоже единицу. Тогда не будет никакого первообразного корня. Вот я хочу сейчас как-то просто описать эту меньшую степень. Сейчас что-то не могу сообразить, как ее очевидно описать. Так, наверное, надо взять, что же надо взять-то? Показатель А по модулю двойка, кстати, я его дельта от 2 обозначу. Значит, дельта от 2, нет, неплохо обозначил. Вот так. Значит, я хочу взять показатель А по модулю 2 в степени альфа, потом показатель А по модулю P1 в степени альфа 1, и так далее. Показатель А по модулю PS в степени альфа S. Вот такие вот числа хочу взять. И потом взять их ног. Вот я говорил, что сегодня это было в каком-то смысле. Вот я предлагаю взять наименьшее общее кратное показатели числа А по вот этим модулям. Я утверждаю, что в этой степени А тоже будет давать единицу по модулю M. Ну, это, наверное, следствие какой-нибудь китайской теоремы об остатках. Вам ее рассказывали? Вот. Я думаю, что из нее это можно вывести. А дальше надо просто доказать, что вот этот ног в нашем случае, то есть, ну вот, если это число не имеет ни одного из таких вот видов, он строго меньше, чем фиатем. Вот если это доказать, то все получится. Но я, честно, не хочу этого делать. Во-первых, я к этому не готовился, это надо сейчас подумать немножко. А во-вторых, я не собирался это спрашивать на экзамен. Поэтому, ну, вот если вам интересно, можете попробовать сравнить фиатем и вот такой ног. Убедиться в том, что ног меньше, чем фиатем, ну и значит не судьба. Первообразных корней ни по одному из оставшихся модулей M не существует. Не повезло, да. Бывает. Вот. Я думаю, что следующая тема, скорее всего, это будут что-нибудь какие-нибудь у нас уже диафантовые приближения и цепные дроби. Но давайте, наверное, уже в следующий раз начнем, а? Ничего? Все, успеем. Давайте на этом на сегодня закончим все. Спасибо. Спасибо.